всем привет всем добрый день давно не виделись но как говорится как дела дела идут потихоньку живем хлеб жуем собираюсь к маме с утра сегодня у нас воскресенье татьяна делает на кухне пиццу готовит возьму кваса нальет мне домашнего самодельного как мы говорим вкусный квас зайду в аптеку надо купить мама просила бинт эластичный купить мазь окопника мазь сабельника вот и т.д. и т.п. и т.п. называется клубники надо немножко купить как ни странно после потопа даже у нас там пару ягод есть представляете клубники как ни странно как она выжила непонятно выращиваю я лук посадил немножко лука уже взошел посадил прошлый раз несколько семян проросших тыквы и пока делал луночки чтобы посадить выкопал знаете кого медведку вот казалось бы стояла вода кто нас смотрит постоянно знаю и вода стояла и зимой и весной и летом вроде бы все должно вымокнуть по идее нет вот это такая гадость живучая медведка это оказывается она не ничего с ней не случилось она выжила после всех этих наводнений так что посадил семена тыковки одел сверху колпачки от от питьевой воды большие такие банки ну конечно с доступом воздуха естественно сверху чтобы дождик немножко полил и воздух шел что еще начал удалять на даче потихоньку орех пилю наш большой орех орех вымок скорее всего и приходится одним словом пилил ветки не стал я показывать прошлый раз это все как я говорю делаю эту работу слезы на глаза наворачиваются вспоминаю как мы с татьяной старались как мы радовались мелочам как мы посадили этот орешек как появились первые плоды назовем так этого грецкого ореха в принципе вот точно так же как и наша жизнь ничего не бывает вечным называется ну что еще на даче ну кашу конечно же кашу прошлый раз приехал это было в пятницу начал косить начал косить дождик накрапывает туда-сюда дождь разошелся не такой приличный шел где-то полчаса я ушел обедать пообедал выхожу он снова пошел еще с большей силой но уже понял что косить не буду ничего я не снимал не было так особо у меня настроение душно жарко дождь этот идет как это называется человек создает себе трудности а потом героически их преодолевает так вот у меня ситуация сдачи жизнь такая да что вам сказать какие у нас еще новости ну если кому-то интересно кто в курсе дела кто у кого есть свой канал на ю тубе и кто живет в беларуси были мои последний раз на приор банке пытались оттуда вывести деньги так ни одного платежа мы не провели оказывается банк посредник банк корреспондент сити банк прекратил работу с приор банком это означает что что капец выплатам которых так ни одной выплаты не получили деньги там у нас небольшие 150 долларов вот уже несколько месяцев все это зависло не туда ни сюда ну это байка наша постоянно участок как начались эти санкции бегаем с этой байкой из банка в банк ходили статья на здесь недалеко от нас возле магазин меркурии бывшие возле магазина есть банк мтбанк вроде бы как там должно все работать и дали список корреспондент банков аж знаете сколько в количестве девяти штук девять банков я говорю какой выбирать какой хотите на форуме на форуме онлайнер работа соцсенс люди пишут делятся какими-то своими наблюдениями своим опытом в области вот в области но к примеру то что меня интересует вот конкретно как вывести деньги соцсенса с гугла делится своими наблюдениями своим я говорю опытом и называют банк корреспондент совсем другой у меня списке такого нету там какой-то узбекский как они говорят юлька что этот банк работает ну вот чем закончится сегодня постараюсь все это еще раз про штудировать посмотрю как что правильно заполнять там латиницей эти все расчетные счета свифт и эти все бег коды бред там какой-то банк посредник напишем узбекский откуда они его люди взяли но наверное знают узбекский так узбекский заполним узбекский пусть будет не прокатит не прокатит потому что терять нечего что еще замечательного и знаменательного самые последние события школа номер 20 я вас приветствую и большое вам спасибо за ночь которую мы пережили спасибо вам спасибо руководству вашей школы спасибо всем кто отвечает за выпускные эти вот вечера так называемые это каждый год одно и то же каждый год это какое-то наступает сумасшествие кажется что все этой школе и наверно также и других школах можем и они наверно думают что жизнь остановилась и все вот они они со своим выпускным вечером пуп земли а то что вокруг живут люди живые которые спят или не спят по причине какой-либо по какой причине по одной причине потому что вы не даете спать устроили ночную дискотеку по всей видимости двери окна пооткрывали во всей школе свет по приезжали родители я так понимаю тоже поучаствовали там судя по возбужденным разговорам и на машинах и без машины так наверно по приходили такое творится что не передать словами по телевизору так все красиво у нас в беларуси так все хорошо прямо как но не страна сказка какая-то а в реальности что эти байкеры с этими ненормальными мотоциклами машины сумасшедшие эти с музыкой всю ночь гоняю всю ночь но неужели нельзя навести какой-то порядок музыку включаю так что окна дрожат глушители эти пусть они заводские но неужели нельзя как-то ввести какие-то правила вообще и вот он останавливается под окнами лежит у нас тут этот полицейский как лежать лежачий полицейский так вроде правильно начинает притормаживает потом естественно газует и когда он делает эту подгазовку перегазовку она выхлопает вот такой вот с такой силой что ну это как вот ну кажется взлетает этот реактивный самолет вот я уверен еще что-то сами химичат там этих глушителях окна закрыл через окна все равно душно жарко спать хочется ночь кошмаров они все это там песни поют в ладоши хлопают эти дискотека такое ты сколько там децибел в этой школе музыка гремит вообще непонятно что я ручу чужие чужие посторонние люди школу не интересует вот близлежащие дома карбышева буденного и туда дальше советская куйбышева да а зачем думать подумаешь там какие-то люди которым не спится а может кто-то болеет а зачем об этом думать главное что у нас выпускной выпускной неизвестно куда вся мир весь весь мир в розовом цвете нас там так ждут ждут до кого где меня это прорвало потому что я злой он татьяна это каждый год одно и то же не чтоб это руководству и школы районой и всем прочим организациям подумать как как сделать так чтобы всем было нормально то любимая фраза этих вот педагогов а что вы хотите это же дети недавно наблюдал такой случай она пошла в магазин я остался на скамеечке сидеть проходит молодая женщина с дочкой ну девочки ну на вид сколько там года 3-4 растут цветы на клумбах растут проходит девочка мама мама естественно как заботливая мама наблюдает за своим чадом проходит сорвала один цветок второй цветок она молча наблюдает я сижу смотрю обошла клумбу сорвала еще здесь уже мамаша сделала замечание не надо рвать цветочки цветочки жить хотят но хорошо додумалась все таки дальше что происходит девочка мнет эти цветы выбрасывает и идет дальше по дороге стоит мусорка вот так вот она раскачивается чтобы мусор высыпать ее можно перевернуть и достать мусор обхватывает ручонками вот этот мусорный бак и засовывает голову туда представляете молодая мамаша наблюдает за этим и молчит дитё высовывает голову люди идут в шоке говорит что чего вы молчите это куда ребенок полез то она молчит смотрит дальше ребенок ознакомился с содержимым мусорного бака подходит клумбе и уже двумя руками так в охапку раз целует вот кучу цветов срывает ну все меня тут это как подбросило я рвучу я говорю вы адекватные люди вообще или нет говорю мало того что за ребенком не смотрите я говорю грязь все собирает носом своим детским которые еще не смышленные говорю цветы эти рвете топчете вы просто плохо понимаете психологию детскую говорит плохо так плохо и так вот человек вырастает знакомиться с миром начиная с мусорного бака потом выпускной все стоят на ушах и выпускники и родители и близлежащие дома и никому дела нет ни городским властям никому ничего есть постановление есть постановление властей проводить выпускные вечера в учреждениях образования там где там где они учились 10 лет и 11 вот там и проводим а то что вокруг кто-то живет кто-то дышит мы плевать хотели я не ханжа понимаете я рассуждаю здраво рассуждаю и мыслю здраво еще слава богу так ладно надо идти в аптеку надо идти купить клубники надо 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 жизнь продолжается но осадок после ночи просто ужасно раньше прошлый год там еще какой-то мы все высчитывали этот день когда выпускной и старались уехать с ночевкой на дачу в этот раз в этот год у нас не получилось и мы и мы встречали с выпускниками эту ночь вместе вот что вы думаете туда-сюда я думал ну все сейчас рассвет они пойдут пойдут великовозрастные дети встречать рассвет но не тут то было вроде все затихло музыку а потом без 15 6 они по новой все врубили дискотека продолжается так чтобы вам позитивного рассказать выходим с татьяной на скамеечку особо никуда вас не не ходим сейчас по причинам разного характера кое-куда еще ходим там магазин близлежащие но пока пока татьяна лечится далеко мы нас ходить не получается так вот я где-то еще тут так проскакиваю татьяна в основном на скамейке ждет меня потом сидим приходят соседи с других подъездов как мы говорим хоть с людьми познакомились а то все когда вот те года на даче на даче толком никого и не знаем там с кем здороваемся с кем не здороваемся вроде в лицо знаешь а где тот человек живет сейчас уже мы знаем кто в каком подъезде живет как кого зовут потому что нам рассказывают такие же как мы кому называется делать нечего и кто хочет поговорить выходит ну все мы люди человеки общение никому не чуждо вот такие сегодня мысли вслух приходят коты черныш приходит как как его здесь зовет костя наш сосед константин зовет кошечку балерина она так лапки поднимает как соседка одна говорит дцпшная я говорю ну некрасиво вы как то придумали это кошка дцпшная она так говорит я говорю кошечка болеет чем то тоже болеет приходит маркиз по кличке батон так его называют на нашем хлебокомбинате они уже тут пасутся у нас пасутся возле подъезда дальше ходят к соседу там под окнами сидят так что жизнь потихоньку продолжается пойду я в магазин пойду в аптеку и зайду к маме сегодня наташа должна заехать к маме привезти там что-то она приготовила или рассольник или или вернее окрошку не знаю не буду говорить татьяна на кухне передает вам привет ну что ребята всем пока всем до свидания до скорой встречи купил бинт эластичный купил мазгер сейчас покажу вот такие покупки эластичный бинт это наш белорусский три с половиной метра на 10 сантиметров вот ширина стоит 631 сабельник и окопник российское производство окопник стоит окопник гель-бальзам 621 сабельник 579 прошло в нем зелененький недорогий надо успеть сегодня я за цумом справа от меня рынок шмотки шмотки сюда вот иду хочу клубнику посмотреть купить вернее так что тут у нас фермер всякие салатики продаю это шучу я нет еще раз пройдемся посмотрим где чё почем 850 слышу дуб какой во дворе махина так купил клубники немножко клубника 650-850 такие цены купил абрикосиков цена 750 до 10 рублей это тут но дальше не ходил сразу здесь вот недалеко на входе купил какие абрикосики всем привет мы уже у мамы мы тоже мы затянувшаяся пауза только зашел сейчас поговорим о жизни ну что мы уходим маму навестили просто создал пост принято ну пока все это до свидания